У нас есть история с их... иллюстрация работы их мозга в Нижнем Новгороде. Пример мозговой работы чиновника. При том, что Нижний Новгород вообще вот с той минут, когда произошла эта история со Славиной, он становится эпицентром тоски, мракобесия, безнадеги. Вот теперь клюв и лысая шея российских скреп снова подкрасились и снова сиротской кровью. Рассказываю. Всем рассказываю. В Нижнем Новгороде есть детский дом. Там дети. Дети, брошенные родителями, отобранные у родителей, лишенные матерей, отцов и теперь живущие в волчьем мире детдома. Вот слово «мама» там вызывает болевой шок у этих детей. Это табуированное, запретное слово, которое нельзя употреблять. И не только в этом детдоме. В любом нельзя употреблять. За неинное восклицание там типа «Ой, мамочки, вас будут долго и совершенно справедливо бить в туалете». Слово «мама» там имя боли. Нижегородское чиновничество, получив указание повысить скрипоносность и роль русской семьи, берет и в этом детском доме устраивает день матери. «Заставляют петь песни про маму. Мамочка моя ненаглядная. Игры. Мама вернулась с работы. Поможем маме с уборкой». Ну, это даже, вот даже не кислотой на раны прыскать, да. Это как-то хуже, чем медицинские забавы 731-го отряда в концлагере. Причем без всякого злого умысла. Вот провинциальные тупые тетки с древними прическами из органов опеки Руно кивали и этой боли не слышали. После какой-то очередной игры песенки одну из девочек увезли в психиатрическую больницу. Сейчас там, конечно, недоуменно шмыгает, ходит и шмыгает носами следственный комитет. Все разводят руками. Как такое могло получиться? Это не могло не получиться. Это типичное следствие абсолютизма, когда 140 миллионов теряют свою волю, рассудок и способность соображать.